Всем мяу, это Кот Ван Дога. И сегодня я буду косить Кота Ученого. Я заметила, что я совершенно не читаю литературу для художника. Художественную литературу? Нет, художественную литературу я люблю. А вот именно литературу про то, как надо рисовать, я не читаю. А просто много-много работаю. Но я решила восполнить этот пробел и заодно подтянуть свой скилл и почитать учебники и попробовать и вас чему-нибудь научить. Руководствоваться я буду учебником Николая Ли «Основы рисунка». И говорить мы будем про основы рисунка. Ну и напоследок пропорции человеческого тела. Выше я уже говорила о голове, как мерили всего в человеческом теле. Соотношение головы к росту взрослого человека колеблется от 1 к 7 до 1 к 8. У женщин встречается соотношение 1 к 6. Тут, конечно, индивидуально все, поэтому надо все мерить, соизмерять, перепроверять. Еще в учебнике приводится пример того, что человек с размахом рук в стороны вписывается в квадрат, что означает, что рост равен размаху рук. Также на этом же рисунке показано соотношение головы относительно возраста. У детей голова крупнее по отношению к телу, так у новорожденного ребенка пропорция 1 к 3. И середина тела расположена выше пупка. В то время как у взрослого человека середина тела находится в лобковой кости. Грудная клетка является одной из формообразующих частей человеческого туловища. И сбоку эта форма уплощена в соотношении к виду спереди в отношении 1 к 1,5. Расстояние между цусками груди равно высоте лицевой части головы, но это больше касается мужской груди. У женщин все несколько иначе. Ширина плеч соответствует двум высотам головы. Расстояние от пупка до лобкового сочления соответствует высоте лицевой части головы, ну или кисти рук. Форма таза – вторая важная составляющая фигуры человека. Верхнее его основание чуть больше размера головы, нижнее соответствует ширине головы. Женский таз может быть немного шире, в связи с естественными причинами. Расстояние между основанием грудной клетки до таза примерно половина головы. Длина руки примерно 3 высоты головы, кисть оканчивается чуть ниже середины бедра. Предплечье и стопа примерно равны друг другу, и они немного больше размера головы. Или равны диагонали головы, но я так не измеряю. В общем, люди давно все перемерили, соизмерили и написали вот такие толстенные учебники. Зачем нам всем эти цифры я не знаю, потому что большую часть того, что я сейчас перечислила, я не знаю, не запомню и буду жить с этим дальше и рисовать классные картины. Да, но очень важно все мерить, соизмерять и перепроверять себя. Не доверяйте себе, перепроверяйте всегда. И еще кое-что хотелось отметить. Длина плеча больше, чем длина предплечья, а длина предплечья больше, чем длина кисти. То же самое касается ног. Длина бедра больше длины голени, а длина голени больше, чем длина стопы. Вот такой вот принцип золотого сечения на примере конечности человека. В общем, думайте, соизмеряйте и как можно больше рисуйте, потому что практика наше все. Ну что, надеюсь все было понятно. По крайней мере я старалась объяснить доступным и понятным языком, насколько я сама поняла информацию. На последок, хотелось бы сказать, что я бы с радостью сказала вам, что есть волшебный способ научиться быстро рисовать шедевры, но такого нет. Такого нет. К сожалению, рисование это трудно. Рисование это большой труд. И чтобы рисовать, чтобы рисовать шедевры тем более, нужно изучить огромный блок информации, огромный блок теории и параллельно совмещать этот блок теории с практикой, с очень большим объемом практики, чтобы научиться классно рисовать. И давайте вместе со мной будем идти к тому, чтобы рисовать шедевры. Это был Кот Ван Гога и всем мяу!